Это был обычный день в приюте, расположенном в одном из штатов Мексики. И вдруг волонтеры увидели щенка прямо под дверью. Он сидел в коробке, а рядом лежала записка, написанная на испанском языке. Из нее стало ясно, что щенок принадлежит и 12-летнему мальчику и его семье. В записке сообщалось, что люди больше не могут держать в доме питомца. «Меня зовут Андрес, и мне 12 лет». Так начиналось письмо. «Моя мама и я решили отдать собаку в ваши руки втайне от моего отца. Просто он хочет продать щенка. Но он издевается над ним и пинает ногами. Однажды отец так пнул песика, что повредил ему хвостик. Я надеюсь, что вы сможете позаботиться о нем. Оставляю вместе с ним мягкую игрушку, чтобы щенок помнил обо мне». Прочитав эту записку, волонтеры едва сдерживали слезы. Они понимали, как больно мальчику расставаться с собакой. Но у ребенка не было другого выхода. Приют, конечно же, забрал песика и рассказал о нем на фейсбук. Буквально сразу же откликнулись более 300 человек, которые захотели взять к себе питомца. История тронула людей до глубины души, и каждый, кто предложил свой дом, хотел позаботиться о брошенном щеночке. Так как предложение об усыновлении крохи Рене, так назвали собаку, поступают со всей страны, волонтеры пока не решили, кто же станет счастливым хозяином щенка. Можно лишь одно сказать точно – малютка не пропадет. Теперь у него непременно появятся хозяева, которым не придет в голову пинать его или продавать. К слову, приют агитирует пользователей социальной сети обратить внимание и на других собачек, ведь здесь очень много животных, которые нуждаются в хозяевах. Если каждый откроет свое сердце и дом для других животных, как это случилось с Рене, в нашем приюте не останется ни одной бездомной собачки, написали волонтеры на фейсбук. Что ж, пусть так и произойдет, ведь всем питомцам нужен теплый дом и хотя бы немножечко заботы и ласки.